Всем здравствуйте! Я настаиваю на том, что гипертензия лечится, и лечится она без таблеток. Особенно если это не запущенное состояние, если вы находитесь вот в том моменте, когда вы начали уже ощущать все прелести, скажем так, повышенного артериального давления, вы можете себе помочь. И здесь нужно, конечно, работать комплексно. Это работа с осанкой, это работа с шеей, прицельно с шеей, это работа с дыханием. Дыхание позволяет не только как-то улучшить ситуацию в перспективе, но и помочь здесь и сейчас. Когда вы почувствовали, что понервничали, артериальное давление повышается, начинается мигрень, то можете сесть и подышать. Сейчас я покажу вам альтернативное дыхание через одну ноздрю, которое известно, наверное, всем восточным практикам. Кто-то скажет, что это чисто йоговское дыхание, но я настаиваю на том, что чего-то чисто чьего-то у нас нет. В любой практике восточной вы встретите подобный тип дыхания, подобную самопомощь. И сейчас я просто предлагаю вам сесть на коврик. Даже если вы ощущаете себя просто прекрасно, поверьте, спустя 5-6-7 минут после выполнения данной практики вы будете себя чувствовать еще лучше. Я сейчас буду говорить, и, возможно, это вас будет раздражать в процессе выполнения дыхания. Поэтому я призываю вас понять, что данное видео обучающее. Вы его посмотрите один раз, и потом совершенно спокойно, зная все нюансы, расставляя их, сможете выполнять данную технику дыхания самостоятельно. Еще раз, когда почувствовали какое-то нервное напряжение и повышение артериального давления. Меня зовут Орлова Даша, вы находитесь на моем канале, где я делюсь своими секретами молодости, красоты и здоровья. И сегодня мы с вами про расслабляющее альтернативное дыхание одной ноздрёй. Итак, что нам для этого потребуется? Поза. Для этой позы нельзя стоять. Для этого, точнее, дыхания мы не можем стоять, потому что поперечная мышца живота здесь должна быть максимально, точнее, не максимально, а хотя бы минимально расслаблена. Потому что, когда мы стоим, поперечная мышца живота служит вертикальному выпрямлению нашего тела. И, соответственно, когда мы сидим, она чуть-чуть может расслабиться и может нам позволить дышать в живот. Так скажем, да, дышать в живот. То есть наполнять живот на вдохе и спадать ему на выдохе. Хорошо. Сидеть по-турецки или сидеть на стуле совершенно не важно. Даже лучше, если вы сначала будете сидеть на стуле, не скрещивая, не перекрещивая ноги, не испытывая какого-то дискомфорта в позе по-турецки. Или, более того, в позе лотоса, да, кто-то расстраивается сразу же сесть с артерозными коленями. Нет, конечно. То есть вы совершенно спокойно можете сесть. Лучше всего на краешек стула, но не перекатывая таз. Да, я сейчас покажу. То есть ваш таз не должен быть в таком положении, когда вы опираетесь на также лобковый симфиз. Ваш таз должен быть в нейтрале. Вы сидите и опираетесь на седалищные кости. Для того, чтобы понять, что вы опираетесь на них, ручки подставили под попу. И вот таким вот образом попой немножечко по рукам походили. Вы сразу же, яркие ощущения у вас возникнут, да, сразу же почувствуете, где находятся седалищные бугры. Все, попу на них посадили. И далее почувствовали, что ваша спина – это ствол дерева. И ствол дерева у нас, который прямой, красивый, ровный, растет наверх. Но при этом здесь не старайтесь, пожалуйста, держаться. Вы знаете, на вдохе задерживаться, лишь бы, лишь бы не упасть. Вы сели, выпрямились, выровнялись. То есть почувствовали, где у вас крестец находится и почувствовали, где находится затылок. Примерно ощутили, что находятся они на одной линии. И после этого вы можете сделать вдох и с выдохом расслабиться. Расслабиться не вот так вот, что вот так вот, да, растеклись, а просто расслабиться в комфортное для себя какое-то положение тела. Хорошо. Далее мы с вами подышим немножечко диафрагмально для того, чтобы дать возможность, дать понимание своему телу, что сейчас будет у нас в дыхании участвовать. Для этого одну руку кладете на грудь, другую на живот, примерно на уровень пупка или чуть ниже. Грудную клетку чувствуете раскрытой. Но при этом не нужно опять-таки стараться, да, вот таким вот образом сидеть, как будто бы кол проглотили. Итак, здесь мы с вами делаем вдох. И важно, на животе не должно быть ничего утягивающего. У меня сейчас неправильные брюки, да, то есть довольно тугая резинка. Живот должен быть прям расслаблен. Начинаем делать вдох и осознаем, что вдох делается сначала в живот. По ощущениям, живот наполняется, приподнимается. Затем вдох делается в грудную клетку, приподнимается и расширяется грудная клетка. Вы это можете ощутить руками. Если этого не происходит, по крайней мере, осознавайте это, давайте себе такую команду. Вдох, наполняется живот. Вдох, наполняется, расширяется грудная клетка. А выдох совершается по инерции, но на выдохе вы чувствуете, как сначала спадает живот, и потом уже спадает и сужается грудная клетка. Не старайтесь управлять выдохом. Управляйте только вдохом, а выдоху позвольте случиться. И акцентируйте сейчас свое внимание на губах и на зоне межбровья. Они должны быть расслаблены. Для того, чтобы расслабить зону межбровья, сначала расслабьте глазные яблоки. Просто дайте себе такую команду своему телу. Расслабить глазные яблоки, представить, будто глазные яблоки, знаете, так выкатываются вперед немножечко. Вы почувствуете, как по инерции от этого расслабляется зона межбровья. По крайней мере, на уровне ощущений. Далее губы. Вы можете несколько раз повыдыхать через губы. Представьте, что вы уснули, и вот знаете такое, через разомкнутые губы дыхание, выдох. Вдох делайте через нос, а выдох через расслабленные губы. Также расслаблением помогает добавление легкой улыбки. Если вы наденете на лицо легкую улыбку, то это будет прекрасно расслаблять ваши мышцы. Вот таким вот образом, заземлившись, вы можете переходить уже к основному. Нашему дыханию, дыханию одной ноздрёй. Для этого правым пальцем, правой руки, точнее большим пальцем правой руки, вы закрываете правую ноздрю. Не нужно давить. Расслаблено полностью плечо, расслаблена трапеция. Второй палец, который нам потребуется, это безымянный. Мы будем им закрывать левую ноздрю. Когда сделаем вдох, теперь делаем вдох через левую ноздрю. И теперь закрываем безымянным пальцем левую ноздрю и некоторое время сидим в задержке дыхания. Но здесь может быть основная ключевая ошибка. Вы сейчас вроде бы всё, диафрагмальное дыхание включили, но на задержке можете включать вспомогательные мышцы. И вот таким вот образом задерживать дыхание. Я очень часто вижу таких йоговцев, йогинь, которые сидят и вот таким вот образом подтягивают плечи. Не нужно. Точно так же мы осознаём наш живот как насос. То есть мы вдохнули, и вот в этом расширении мягко посидели. И мы не сидим специально, не задерживаем до какого-то пика выдоха, то есть вдоха, точнее, на пиковом вдохе мы не сидим. Мы задержали дыхание на то количество времени, которое нам требуется, чтобы медленно, как улитки, переложить один палец и раскрыть вторую ноздрю. То есть просто действуем очень медленно и не считаем. Это дыхание не про счёт совершенно. Далее раскрыли правую ноздрю, сделали вдох через правую ноздрю, большим пальцем снова закрыли её. И здесь на задержке дыхания просто пока медленно переводим инерцию в безымянный палец, для того, чтобы безымянный палец открыл левую ноздрю. Задерживаем дыхание, снова выдох, снова вдох, и таким вот образом работаем. Давайте теперь попробуем поделать это дыхание вместе. Слушайте шум моря, наслаждайтесь, а я ещё в процессе с вами поговорю. Итак, начнём с левой ноздри, вдох, закрываем левую ноздрю, открываем правую, выдох, вдох через правую ноздрю, закрываем её, выдох через левую. Я вот даже в процессе с вами разговариваю и чувствую, как у меня включаются вспомогательные мышцы, то есть у меня скорее приподнимаются плечи, чем надуваются живот. Сейчас я отключусь от разговоров и попробую тоже поработать самостоятельно правильно в этой технике, то есть наполняя живот на вдохе и позволяя ему как бы спасть, упасть, сдуться на выдохе. Просто сдуться говорить неправильно, поэтому я избегаю максимально этого слова. Итак, поехали вместе. Продолжение следует... Вы делаете, я скажу. И вот здесь снова постарайтесь акцентировать ваше внимание на губах и на зоне межбровья. Послушайте, насколько они расслаблены. Если почувствовали какое-то лёгкое напряжение, не ругайте себя за него, просто сразу же направьте в эти зоны расслабления. Губы расслаблены. Мы вспоминаем, как мы делали через них выдох, насколько они могут быть расслаблены. И вспоминаем, насколько может быть расслаблены зона межбровья по ощущениям. Когда у нас как будто бы мечи для боулинга, глазные яблоки немножко выкачаны вперёд, зона межбровья полностью расслабляется. Также я напоминаю, что очень хорошо надеть на лицо такую лёгкую-лёгкую улыбку. Она может даже быть не видна, но вы её почувствуете. И в этом состоянии вам будет работать гораздо проще. И основная ключевая цель данного дыхания, данной техники дыхания, это замедление сердечного ритма, что, собственно, и способствует в последующем всем положительным реакциям организма, в том числе и снижению артериального давления. Поэтому ваша улыбка, она будет тоже способствовать такому заземлению, замедлению и лёгкому успокоению. Давайте ещё раз попробуем вместе. Вы доделываете, замедляетесь, я скажу. Не старайтесь делать пиковые вдохи-выдохи, не старайтесь максимально вдыхать в себя в воздухе, максимально его выдыхать. Ваши пальцы здесь работают очень медленно, очень верно. Вы делаете вдох, а пальцы уже начинают закрывать, палец начинает закрывать ноздрю. И вдох останавливается не на середине, но где-то, примерно не доделав вдох до четвертинки. Здесь задержка дыхания и выдох спокойно, медленно, размеренный. Снова вдох такой же точно, с акцентом на работу живота. Но не нужно стараться надувать и сдувать живот. Опять-таки, просто акцентируйте внимание на то, что у вас вдох совершается при помощи работы грудо-брюшной диафрагмы, и она здесь включается в работу. Итак, выходим из этого состояния. Снова положите руки на... Одну руку на живот, другую на грудь. Неважно, какая где. Я только что поняла, что камера у меня зеркалит, и опять все будут говорить о том, что я говорю про правую руку и правую ноздрю. Камера зеркалит. Я сейчас, вот это вот у меня правая рука, выполняла это дыхание, да, накрыв правым большим пальцем правую ноздрю. Понятно, да? То есть, дальше левая ноздря накрывается безымянным и так далее. На всякий случай предупреждаю, потому что опять будут комментарии, которые будут обвинять меня в том, что я не разбираюсь в руках. Хорошо. Итак, давайте сделаем здесь диафрагмальный вдох-выдох. Вдох. Ощущаем, как наполняется живот. Наполняется и расширяется грудная клетка. При этом не ссутуливаемся. Наоборот, расширяемся. Выдох. А теперь попробуем немного включить две диафрагмы. Посмотрите, мы с вами делаем вдох. И чуть-чуть приподнимаем, ощущаем, как рука будто бы тянет за собой грудь. И чуть-чуть расширяемся наверх, а эта рука остается на месте. Но ощущает, как наполняется живот. Итак, вдох. А теперь с выдохом вы руку можете немного развернуть. Грудная клетка немного спадает, но не ссутуливается. А снизу вы ткани немного наверх подтягиваете. Снова вдох. Потому что на вдохе ключевая мышца – это грудно-брюшная диафрагма, которая опускается, расширяя наши ребра, немножко опуская вниз внутренние органы, от чего, собственно, наполняется и расширяется живот. А на выдохе ключевой мышцы выдоха становится диафрагма тазового дна, которая тоже сокращается, подталкивает внутренние органы в идеале наверх. И грудно-брюшная диафрагма уходит в свое такое вот исходное, куполообразное состояние. Давайте еще раз. Зная теперь вот это, свизуализируем. Вдох. Расширяется грудная клетка. Мы немножечко раскрываем плечи. Наполняется живот. И с выдохом грудная клетка практически не меняет своего положения, только вы чувствуете, что ребра закрываются, а низ живота подтягиваете наверх. И еще раз вдох. Выдох. Ну вот на этом все. Я объяснила вам технику выполнения дыхания одной ноздрёй. Попробуйте, пожалуйста, эту дыхательную практику, потому что она реально работает действительно так. Но если вы хотите действительно качественно бороться со своей гипертензией, со своими такими вот серьезными уже проблемами по здоровью, то нужно, конечно, работать комплексно. С осанкой, со своими мышцами, не только с укреплением, но и с расслаблением их. И не только с расслаблением, но и с укреплением, что важно. Потому что сейчас есть много перекосов. Если посмотришь разных блогеров, то кто-то говорит о том, что нужно только тянуться, например, и только скрутки, и только йога. Кто-то говорит о том, что только силовые, потому что не хватает движения. Кто-то говорит только кардио, например. Нет, всё должно быть в комплексе, всё должно быть равномерно и балансировать в нашей жизни. как, собственно, мы сейчас только что с вами сбалансировали наше дыхание. Поэтому приходите ко мне на вебинар, ссылка на него вот здесь, вот ниже расположена. В нем вы увидите ответы на свои какие-то запросы, вопросы, и поймете, как вам вообще работать со своим здоровьем, со своей красотой дальше. Ну, а если вам данное видео было полезно, обязательно ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить остальные полезные видео с объяснением техники, которые вам помогут в дальнейшем работать гораздо более функционально, более эффективно. С вами была ваша Орлова Даша. Пока!